Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. Сегодня Святая Церковь и мы, как верные её чада, светло празднуем Воскресение Христово. И вы прослушали Евангелие, посвящённое Воскресению Христову, сегодняшнее, которое Церковь положила, в котором повествуется в одном из великих чудес, которые Господь наш Иисус Христос совершил во время Своей земной жизни. Это чудо стоит каким-то особым образом по отношению к другим известным нам чудесам. Потому что в основном Господь исцелял людей, очищал прокажённых, изгонял демонов и врачевал всякую немощь. И это было основным также Божьим проявлением Божьей любви к людям. Но здесь впервые повествуется о размножении Господом нашим Иисусом Христом хлебов и рыб для насыщения людей. Это было чудесное увеличение небольшого количества хлебов и рыбок для того, чтобы накормить большое число людей. И вышит Иисус, увидев множество людей, и сжалился над ними, и исцелил больных их. Так начинается сегодняшнее Евангелие. И что мы видим уже в первой этой строчке? Что Господь увидел множество людей и сжалился над ними. То есть по земле ходила воплощённая любовь, любовь крайнего смирения, ибо нам никогда не удастся вместить, как Бог всесовершенный, всеблаженный оставил святое небо, оставил своё блаженство, полное безмятежие, уму непостижимое величие и славу, умолил и принял взрак человека, воплотился, всё кроме греха, от рабства бесов, от вечной погибели. Что двигало Сыном Божиим, Который воплотился и пришёл под именем Иисус Христос, им двигала сострадательная любовь. Он не нуждался и не нуждается ни в чём никогда. Бог ни в чём не нуждается. Он не нуждается в наших каких-то делах, в наших молитвах. Он ни в чём нашем не нуждается. Он был до нас, без нас и помимо нас, в вечном блаженстве. И создал нас в какой-то момент для того, чтобы мы разделили с Ним это блаженство, что любовь не может терпеть, когда только хорошо самому какому-то человеку или, в данном случае, даже самому Богу. Вот свойство любви такое, что она хочет щедро и изобильно делиться ещё с кем-то, с разумными вечными тварями, с ангелами, с человеками, изливать эту благость свою, свою благодать, свою силу и свою любовь на созданное им разумные вечные твари. И грех вошёл помимо желания Бога. Грех вошёл по той причине, что ангелы, а затем люди, были созданы самовластными, разумными, вечными существами. Они были созданы автономными, самостоятельными. Бог высоко почтил. Он не создал себе биороботов или духовных роботов. Он мог это сделать, которые бы беспрекословно поминовались ему только по программе. У них не было бы запрограммировано отпадение, возмущение, возможность возгордиться и всё. Но если бы было так, то уже не было бы места любви, потому что программу любить нельзя. Потому и мы говорим о любви между Богом и Его разумными, вечными тварями, ангелами и человеками, что есть свобода выбора, в том числе уйти от Бога. Если бы этого не было, о любви говорить нельзя было бы. Никак. Поэтому это удивительно, может это непривычно для нас. Но самовозможность отпадения от Бога, она свидетельствует о нашем самовласти, в чём мы уподобляемся Богу. Бог создал нас себе подобными. Но по природе мы не боги. Но по благодати мы можем стать богами. И Богу не жалко. Он по любви готов нам дать всё и сделать нас богами, как свидетельствует всё Писание. И Он пришёл обожить человека. И что же Он видит? Вы даже не можете представить, какая жалость охватывает Господа, когда Он взирает на нас. Он не создавал таких людей. Врешных, гордых, наглых, дерзких, ненавидящих себя, близких, Бога. Он создал совершенных людей. И вдруг Он видит, что сделали люди. Поверив дьяволу в образе змея, поверив, что они могут без Бога быть богами, люди совершили страшное падение, пали в страшную тьму, в заблуждение. Они попали под власть жестокого тирана-дьявола, которых обманул и этим завёл себе во власть. Господь вынужден был изгнать Адама и Еву из рая. И рая это не есть место для греха, беззакония, для богопротивленчества, богоборства и всех последующих страшных грехов, которые от гордости человеческой развились после их рякопадения. Поэтому... Но это изгнание было тоже великой милостью Божией. Потому что этим началось уврачевание человеческой природы. Он надел нас в кожаные ризы и этим тоже начал уврачёвывать нас, чтобы мы в этой жизни, настрадавшись без Бога, настрадавшись от этих суетных, бессмысленных, мучительных забот о своём животном естестве и убедившись, что это пустота, это мрак, это безумие, это бессмыслица, пришли в себя, очнулись, сказали, Боже, Меносердий, зачем всё это нужно? Для чего я прошёл этот мир? Терзаю себя, терзаю страстями, желаниями, похотями, терзаю людей, окружающих меня, начиная из самых родных, близких и заканчивая всеми, кто подвернётся под руку или под ногу, чтоб потом смерть пришла и всё равно всё у меня это отняло, отняло саму возможность грешить через тело. И вот это вот злое существо, который я себе представляю, предать в лапы демонов, и они уже отведут, соответственно, вместо вечных мучений, как об этом открыл нам Господь. Зачем такая жизнь? И Господь, наблюдая всё это, блаженный Господь скорбит, особенно когда он стал ещё совершенным человеком. И поэтому им двигала только любовь. Он не мог оставить людей наедине с грехом и с бесами. Он пришёл разрушить дела дьявола, помочь нам. Он на нашей стороне был всегда и особым образом по воплощении стал. Но беда в том, что мы не становимся на свою собственную сторону. Мы не любим себя реально истинно, мы любим себя греховно, самолюбием, пагубным, погибельным, безумным. Мы продолжаем это извращение, которое нам принесло грехопадение. А Господь являл Свою любовь и тем, что освобождалось от бесов, от власти над ними. Более того, Он даровал Своими учениками и апостолам власть над бесами, изгонять их, исцелять недуги. Первыми дарами дал эти дары для того, чтобы поддержать. А вот смотрите, раньше они вас гнали, мучили, грехи ввергали. Теперь вы можете их гонять. Ибо Бог пришёл на землю и стал человеком, и дал эту власть. И Сам Он исполнял все заповеди, которые предписал нам. Он являл любовь Свою. Он исцелил больных их. И вот это множество людей, которые уже получили исцеление, там остались одни здоровые люди, которые потом были накормлены. Господь исцелил всякий недух. Это было первое воздействие Божественной любви, из жалости над ними, не по достоинству. Когда же настал вечер, приступили к нему ученики Его. Что же происходило целый день, кроме исцеления? Мы видим, что Господь провёл с учениками и с этим множеством людей целый день. И настал вечер. Приступили к нему ученики Его. И сказали, место здесь пустынное, и время уже позднее. Отпусти народ, чтобы они пошли в селение и купили себе пищу. Т.е. люди остаются людьми и мыслят по-человечески. И своего правильного устроения они, человеческого, они заботятся о людях по-людски. Мы не знаем другого способа, как накормить людей, как пойти купить пищу и предложить. И поэтому никакого греха в их предложении не было. Это было естественно, это было нормально. Они проявили любовь, насколько были способны. Они проявили заботу, деятельную любовь. Они думали о людях. Они поняли, что они целый день голодные. Но что же эти люди делали? Почему они стали голодными? Потому что они пришли поучиться основам вечной жизни у самого первоисточника. Потому что они не думали в этот момент о земном, о самом для нас важном в земной жизни, о питании, о питии, о поддержке нашего телесного организма. И они не жали собой пайков, каких-то хлеба там и т.д. Никто, совершенно там немножко кто-то захватил, пять хлебов. А так люди пришли без ничего. И Господь, Который дал заповедь, ищите прежде всего Царство Божие и правды Его, и всё остальное приложится вам, тут же исполняет эту заповедь и научает, что всякое слово Его истинное, ибо Он Сам есть истина, и что никогда Его слово не сходится с делом. Он как бы показывает это. Вы пришли, поверили, пришли взыскать Царство Божие, пришли найти правду Его, поучиться жизни вечной, то и я позабочусь и приложу вам то необходимое, в чём вы имеете нужду. Я не пойду путём человеческим. Идите ему, купите себе, как представители апостолов. Поэтому, но Иисус сказал им, не нужно им идти за то, что они пришли, и это я поступлю иначе. Вы дайте им есть. Это тоже очень важно отметить. Почему Господь не сказал, я дам им есть? Сказал вы. Кто вы? Апостол. Вот как Господь закладывает основание Церкви. Уже здесь, в этом первом чуде, Он указывает, что в основном окорление Церкви будет через апостолов и через их преемников, епископов, священников, дьяконов. Что духовную пищу будут давать они? Она от Бога, да. Но непосредственными раздаятелями Её будут люди, особо на это поставленные Богом. Они же ещё пребывают в неведении. Они же говорят Ему, у нас здесь только пять хлебов и две рыбы. Для чего в Евангелии указывается точное количество хлебов и точное количество рыб? Только ли для того, чтоб, как бы показать, что вот маленькую количество сделал большое? Так можно сказать, тут несколько хлебов и немножко рыб. Да, достаточно нам. Для того, чтобы оценить накормление в пяти тысяч народа, нам достаточно было показать несколько, но почему точно сказано не четыре, не три, не шесть, а пять. Если в Слове Божьем точно сказано пять хлебов и две рыбы, значит, это что-то нам говорит. Так же точно и конкретно. И не случайно Святая Церковь на основании этого места в своё богослужение поставило служить на пяти проспорах. И если б не было такой определённости, то началось бы по отношению к этому даже недоумение. А сколько проспор, собственно, делает? Один бы говорил одно, другое, другое, третье ещё что-нибудь. А так все смирились, говорят, вот, Господь, пятью хлебами, давайте пять проспорах. Так же на большие праздники, мы знаем, на всем нашим день освящаются особым образом хлеба. И их предлагается именно пять. Пшеница, вино и лень. И пять хлебов. И читается молитва, в которой вставлено воспоминание именно этого чуда. И просим мы, чтобы Господь также явил свою любовь к нам снисхождение и не оставил нас без необходимого пропитания. Но есть ещё и духовные значения этих конкретных значений, пяти их любовь и две рыбы. Мы знаем, что две рыбы, изображённые рядом, они были образом или символом Иисуса Христа. И в древности, когда 300 лет, по сути, Церковь находилась в непрерывных гонениях со стороны язычников и иудеев, которые постоянно использовали императоров римских, то часто именно этот символ служил опознавательным знаком для верных. Они знали, что здесь изображено две рыбы, то значит там собираются христиане. И на древних памятниках мы видим выбитый вот этот символ двух рыб. И он имеет значение, указывая на два вселенских гонения, которые будут потерпевать истинные и верные последователи Господа Иисуса Христа. Первое гонение, которое было в виде десяти гонений, но оно одно, единая как бы волна это гонение, это было в начале первые три столетия бытия Церкви. Именно вселенское, постоянное, примерно один. Последнее будет намного короче по времени, но несравненно страшнее, проще по условиям, по средствам, потому что будут использованы все современные технические и научные достижения в отслеживании, в отлавливании христиан, в мучениях, будут применять все современные достижения. И эти гонения будут от антихриста. И дано было ему победить святых. Все христиане в последнее время будут именоваться святыми. У нас сейчас как-то стало по ложному смирению и по невежеству такое отношение к святости лукавое, что вот святые, да, это вот на иконах там, в житиях святые, а мы вот простые грешные люди, и вот между нами дистанция, и вот не понимая, что этим самым мы действительно делаем дистанцию, делаем запропасть непроходимую, но тогда мы не будем разделять участь их. Потому что любое богослужение Церкви призывает нас к освящению. Даже когда мы отпеваем усопшего христианина, что мы поём? «Со святыми упокой в Христе душу раба или рабы твоего». Значит, мы присоединяем эту душу усопшую к святым, к молитвам Церкви, просим, чтобы он со святыми упокоился, чтобы он присоединился к лику святых. Значит, человек должен как-то соответствовать этому. Очиститься, осветиться. И мы призваны к святости, как учит нас апостол Павел в послании к Ленинам. И сам Господь призвал нас, будьте святы. И поэтому лютые скорби, которые придут в канун пришествия и самим пришествием антихриста зверя, они настолько благотворно воздействуют на остаток верных, ещё будет много-много обращённых от всемирной вселенской проповеди Евангелия вот этих христиан последних, что они все будут святыми. Не только по имени и по названию. Как мы по имени христиане, на самом деле, мы ещё и понятия не имеем, что такое быть христианином. И должны этому учиться, как вижу святые отцы. И будем ещё учиться, чтобы стать по-настоящему христианином, а не только заочно авансом носить это великое имя. И тем не менее эти святые будут все замучены. Такое лютое будет гонение. И вот здесь, предлагая народу две рыбы, Господь и указывает, что и ещё вам нужна вот такая духовная пища через гонение. Вы готовитесь к этому. Потому что не только хлебом, но и рыбами, то есть не только церковными таинствами будем мы питаться, но и гонениями вот сатаны, бесов и всех людей, которые имели несчастье стать орудиями этих бесов. Он же сказал им, принесите их мне сюда. Т.е. Господь взял за основу этих пять хлебов и две рыбы. И велел народу возлечь на траву. Все расселись рядами, удобно. То есть именно на Востоке было принято, что пищу кушали, возлегая за, просто растилая дастрахан или какую-то ткань, ковёр или что-нибудь такое, и клали прямо это все продукты питания на эту подстилку и, так сказать, возлегая, брали и кушали пищу. И Господь приказал им, повелел, как говорится, лечь на траву. Затем взял пять хлебов и две рыбы. Опять повторяется. Второй раз повторяется это количество. И, может, взял эти хлеба и рыбу, можно написать так в общей фразе, да? Опять повторяется. Именно пять хлебов, именно две рыбы. Возрел на небо, благословил, преломив, дал хлеб ученикам, а ученики народу. Опять соблюдается вот эта строгая иерархия. Господь, апостолы, народ. И это установление Божие. И мы должны смиренно принимать. Другого способа получать пищу от Бога нет. Кто думает, что он сам по себе там уверовал и будет что-то ничего не получит. Вне церкви, вне церковной иерархии нет духовной пищи и нет спасения. Все вместе миряне взятые не смогут, даже самые благочестивые, не смогут совершить ни одну литургию, не смогут совершить ни одной хератонии. А один правильный закон, посвящённый епископ или священник, может. Так установил Господь. Мы должны смиренно и с великой благодарностью принимать это установление. И ели все и насытились, и набрали оставшихся кусков двенадцать коробов полных. И здесь точное число коробов от оставшихся кусков. То чудо было настолько, все насытились и ещё собрали остатки от еды, настолько превосходящие пять хлебов и две рыбы этих, что было двенадцать корзин, коробов. В данном случае так было два способа. Либо были такие плечёные короба, в которых носили рыбу, или были корзины, корзины, корзины. В другом Евангелии мы знаем, упоминается ещё одно чудо, что Господь накормил другое количество людей, и там было семью хлебами и несколько рыбок, и там было собрано семь кошниц, то есть семь корзин. Это тоже не случайно. Раз есть два повествования о чудесном ограблении, и идёт разница в цифрах, значит, в этом есть значение. Что же для нас означает двенадцать коробов, кроме свидетельства, что Бог даёт не мерой, а с изобилием? Это и указания на двенадцать апостолов, которые полагаются в основании, что они всегда будут в церкви полнота эта апостольская будет, как бы церковь не умалялась численно. Но это и указания на то, что будет набрата полнота от двенадцати колен Израилю, как пишет Иосиф Павел, что остаток евреев спасётся, и от каждого колена будет вот это приношение Богу. И мы в откровении на благослово увидим, как упоминаются эти колены Израилевы, всё равно Господь помнит своих людей Авраама, Ицаака, Иакова, Ильюфе, Святянина, Елисея, Давида и многих других прайдников Ветхого Завета, которые происходили из этих колен. И ради этих отцов, ради патриархов Ветхозаветных, ради прайдников Он исполнит свое обетование и наберёт двенадцать этих коробов полных. Обратите внимание, полных. Ведь, казалось бы, если бы просто собирали остатки пищи без всякого духовного назначения, так там где-то был кто-то полный, а где-то был половинка, а где-то там на донышке, ничего подобного. Все, ну как можно было подогнать так, огромным, и все было, все двадцать было полных. Это промыслом Божем так было в реальности попущено, но это и указывает, что от каждого колена будет полнота определённо известная Богу количества спасённых людей. А ехших было около пяти тысяч человек, кроме женщин и детей. То есть считались только мужчины. На самом деле, если были семьями, то представьте себе, это как минимум ещё пять-десять женщин, если по два-три ребёнка, это сколько было людей? Двадцать, двадцать пять тысяч, мы точно не можем сказать, но можно представить. Значит, говорится только о взрослых мужах, кроме женщин и детей. То есть показано, что ещё надо почесать женщин детей, но они же тоже вкусали, тоже ели. То есть чудо было невиданное, неслыханное. И Господь показал на все века, что если мы пойдём за Ним, если мы будем верить Его Слову, если будем верить Его Апостолам, Его Святым Отцом, Его Церкви, то Он не оставит нас в пропитании. Мы не должны ни малейшей частью души сомневаться в этом. Это реальность. Это факт. Бог никогда не оставит своих чад. И святые отцы так нас по этому поводу учат, что это и есть проверка нашей верности Господу в малом. Вот эта пища, одежда, кровь, жилища, да, это есть то малое, в которое мы можем быть верны Богу или не верны. Как верны Богу? Мы верим, что Бог всё пошлёт, и не сомневаемся, и никогда не унываем. Бывают периоды испытания, когда Господь отнимает у нас жизненные потребности каким-либо образом и смотрит, как мы будем себя вести. Но это именно для испытания и для проверки нашей веры. Вот в малом, то мы испытываемся. И как мы проявим себя в отношении к этому, так и дальше будет у нас в отношении к духовным благам, к благодати Божией. Потому что если мы не верим, что Бог нам даст кусок земного хлеба, то как мы поверим, что Он даст благодать Духа Святаго или Царство Своё Вечное, или сделает Бога равными. Никто никогда не заставит меня в это поверить. Это всё равно что, прийти к миллионеру, и если он дал мне 1 доллар, то я поверю, что он мне даст и 3 миллиона. А если он мне не дал 1 доллар, а я буду верить, что он даст мне 3 миллиона, кто в это поверит? Это нелепость. Если в малом человек не даёт, и людей мы проверяем так же, мы сразу не проверяем их на большую сумму. Вот надо убедиться, можно давить человеку деньги или нет. Я даю ему 10-20 долларов или рублей. И вижу, он пошёл там и половину там купил, половину себе купил, что-то и тратил. Всё, я ему уже 200 долларов не дам на дело, 2 тысячи там или сколько-то, потому что я уже проверил аномально. Всё, ему нельзя доверять. Ему дал, а он точно по своей воле поступил. Так и Господь нас проверяет. Проверяет на этом, на житейском, каждодневном. А потом мы удивляемся, отчего снасть благодати не приходит. А вот вера наша и есть. И поэтому Господь этим чудом показал всё. Он подтвердил то учение. Не заботьтесь, что пить и есть. Маловеры! Посмотрите на птичь небесных, которые не сеют, не жнут, не придут, и Бог их питает, и на лилий полевых, которые превосходят своим одеянием Соломон в всей славе, и они ни ткут, не придут, и Бог их на одну ночь, на один день там одевает, а утром их выбрасывают в печь. То коль мы паче вас, маловеры, душа, говорит, выше тела, а тело выше одежды, как вы можете сомневаться. И вот беда наша, что на самом деле, если мы глубоко заглянем себе в душу и посмотрим, то мы и не находим там этой веры. Или она такая маленькая, мы только головой принимаем какие-то догматы, верим, что Господь пришёл, что Он был, и на этом наша вера заканчивается. Но вот вера как живое чувство к Богу, сердечное живое чувство, что Бог меня любит, что Он постоянно за мной следит, что Он мне помогает и поможет, никогда не оставит, что бы ни случилось. И Писание подтверждает устами одного духоносного пророка, говорит, оставит ли мать малое дитя своё? Но если и она оставит, т.е. в таких случаях, к сожалению, бывает, то я, т.е. Бог, говорит, не оставлю человека. Лишь бы мы не оставили Бога, Бог нас никогда не оставит. Он уступит только тому, когда мы Его оставляем, когда мы Ему дадём разводное письмо тем, что говорим, не хотим быть с Тобой, не верим Тебе, не доверяем Тебе и т.д. Мы говорим это не словами, мы говорим это поступками, может, даже не понимая. Но реально, если посмотреть со стороны, если мы приходим к какой-то дом, к какому-то человеку, и он берёт фотографию матери своей или отца и начинает плевать на неё, мы сделаем заключение, что человек ненавидит своего мать и отца по поступку. А на славах Он будет говорить, ой, я так свою мать люблю, да я об душе не вмещаю, а реально будет плевать. То вот чему будем верить? Словам Его или поступку? Конечно же поступку. Так и Господь. Он смотрит на всё и на дела наши, и на слова, и на мысли, и на чувства. Но решающим бывает то, что мы всё-таки износим из своё сердце, что мы делаем, что мы воплощаем словами или делами или поступками. И это то, к чему мы склоняемся в конечном итоге и совершаем по увлечению нашего сердца, по нашему желанию, по нашей похоти, это и является уже тем, что выносится на суд Божий. И за что мы несём ответственность, и что мы полагаем в основании своего выбора. И тогда мы или благодать приобретаем, если благое делаем, либо предаёмся в руки демонам. И опять-таки не с целью, чтобы нам Господь вот помучать просто ради удовольствия, ничего подобного. Да не будет такой хульномысленный никогда. И здесь Господь благо нам делает. Говорит, вы возлюбили тьму, возлюбили зло, вы возлюбили демонов и хотите быть с ними. Ну побудьте, потомитесь без меня. Может быть, вы ещё одумаетесь. И мир с души отходит, человек лишается покоя, потом лишается семьи, здоровья и всего того, что имел, даже благополучия, и метается в волнах житейского моря этих, в страстях, в проблемах, обуревается, отчаивается, иногда и жизни отчаивается уже, потому что такая жизнь уже не в радости. И не может прийти к простой мысли, что виноват-то не Бог, благие и любящие, не окружающие люди, что бы они с нами ни делали. Виноват я и только я, и только мой выбор, в моём отношении, прежде всего, маловерие или неверие, от которого и происходит все остальное зло. Ну как можно войти в общение с Великим, Славным, Всемогущим Богом, не доверяя Ему? Почему Святая Церковь в богослужениях постоянно устами священнослужителей и Виктиньи доносят до нас сами себя и друг друга, т.е. кого мы ещё любим, кому мы желаем спасения, и всю жизнь нашу Христу Богу предадим с верой, с живой верой, с упованием, с несомненным верностью, что это самый лучший выбор, самый надёжный человек подведёт обязательно, рано или поздно, самый дорогой, самый святой человек подведёт, хотя бы тем, что он умрёт просто, и вы останетесь без его помощи. Жизнь кратковременная и много превратностей. Или отступить не дай Бог и лишиться благодати, или ещё что-то, или ещё что-то, или ещё что-то. Множество разных случаев, поэтому на человека нельзя. Это гнилая трость. Опереться на человека невозможно. На кого же опора? Только на того, кто сильнее всех. На Господа нашего Иисуса Христа. И поэтому Ему мы обязаны и своим происхождением, своей жизнью и сотворением. Он творец наш, вообще человеческой природы. И конкретно нас Он соткал в утробе матери, взяв семя от Отца. И всё нам даровал. Разум, способность видеть, слышать, осязать, действовать, дышать, ходить. Ум дал нам, чтобы в житейских делах как-то всё это видеть. И многое другое, за что мы должны благодарить, потому что у некоторых людей мы видим нету. Или зрение, или слуха, или они страдают, или по жизни лишаются. И из этого лишения то мы и видим, что это дар Божий. Потому что если люди не имеют, а я имею, значит, это дар Божий. Всё, что может быть отнято, это дар Божий. И мы должны благодарить даже за это, за естественную способность видеть, а тем более за духовное благо, что Он допустил нас, к Свою Церковь и в вечную жизнь. Потому что попадая в Церковь, мы попадаем сразу в вечную жизнь. Другое дело, что мы грехами постоянно отпадаем от Церкви и покаянием, восстанавливаем. Идёт постоянная борьба как бы за то, чтобы остаться в Церкви, чтобы устоять в ней, чтобы не лишиться этого благодатного питания при чистыми таинствами, благодатью Божьего Слова и всех других благословений, которые Святая Церковь богата и щедро от Господа износит нам через Своих апостолов и святых мужей и священнослужителей. И поэтому мы должны благоговеть пред Богом и пред всеми усновлениями и пред Церковью благодарить и этим хранить эти дары и во благо себе и ближним возрастать. И почему же существует неравенство между людьми? Почему есть увечные, нищие, больные, хромые, убогие, бездомные и так далее, и так далее, а есть, наоборот, зажиточные, имущие и так далее? И почему на земле важно? Ведь Господь мог бы выровнять хотя бы среди христиан? Вот вошли в Церковь и всем всё поровну. Мог бы, если бы это было полезно. Это не полезно, потому что представьте себе, что все мы одинаково удовлетворены всем земным. Всё. Всё у меня есть. И у тебя всё есть. И ты не нуждаешься в моём ни в чём, и я в твоём не нуждаюсь. То у нас лишается основа любви. Всё. Мы не можем уже любить друг друга, потому что мы не можем проявить эту любовь. Мы не можем доказать её, засвидетельствовать. Вот неравенство на земле, оно и способствует проявлению любви. Потому что тогда мы перераспределяем. У меня есть одно что-то, чего нет у тебя. У тебя есть что-то другое. И Господь обязательно каждому члену Церкви даёт нечто такое, чего нет ни у кого. Обязательно. Не все до этого доходят, не все это находят, но оно есть. Какой-то дар, какую-то способность, которой нет ни у кого больше. И это для того, чтобы все остальные в Церкви востребовали это, нуждались в этом. И человек мог свободно по любви изнести, пусть малое что-то. Ведь суть не в этом. Вдовица, мы знаем, да, дала две лепты, и Бог похвалил её. А богатой клали много. Но это суть не в количестве, а в проявлении любви и веры. Поэтому здесь, например, нужда людей в пище дала возможность явить любовь Бога и чудесным образом восполнить их недостаток. Так и в жизни бывает у нас. Когда мы имеем такую возможность, то вот и мы можем проявить свою любовь. Всё остальное, все подвиги аскетические, все воздержания, посты, смиряющие труды, всё остальное имеет смысл только прикладной. Это орудие, это средство для достижения любви. Заповеди все Господни начинаются с покаяния, которое есть единственная форма выражения любви к Богу. И все в своём совершенстве доходят до любви к Богу от всего сердца, от всего ума, от всего помышления, от всей крепости своей и к ближнему, как к саму себе. Вот конец заповедей, вот вершина заповедей. И без любви всё бессмысленно, всё оттирает смысл, все эти подвиги. Зачем? Подвиг ради подвига или ради тщеславия? Нет. Если эти подвиги, упражнения, добродетели приводят нас к любви к Богу и ближнему, они оправданы, они работают, они благословлены Богом. Если они нас к любви не приводят, горе нам, и они нам в погибель, в осуждение, так и молитва. Мать и царица добродетелей. А она должна нас приводить к любви постепенно, мало-помалу. Как же она нас должна приводить к любви? А к смирении подвигать нас, умножать нас смирение, ибо основание любви смирения. Человек, который превозносится над ближним, гордится, завидует, он не может любви. Это не свойство любви. Любовь не завидует, не раздражается, не гневается, не мыслит зла. И вспомните Бослава Павла и прочее. Поэтому борьба со страстями — это есть путь к любви. Борьба с грехом в живущем нас есть путь к любви. Т.е. покаяние во всецелом его понимании, вострятии, заповедное Богом — это и есть единственный путь к любви. А покаяние включает в себя и молитву, и очищение помыслов, и терпение находящих искушений. И получается, что всё это мы делаем для того, чтобы вернуться в первобытное состояние. Состояние благодарных, любящих, разумных, вечных существ. В здравие вернуться. Это и есть здравие, когда мы живём не самолюбием, не осуждением, не злобой, не другими страстями, а живём любовью к Богу и к ближним. Это очень высокое состояние. Но мы должны покаянием входить к Нему, приближаться к Нему, насколько мы успеем в земной жизни. И во всяком случае, недостаток любви врачевать покаяние, заполнять. Это единственный способ выживания для нас, духовного выживания. Как только мы оставим покаяние, всё, страсти нас закрутят, бесы овладеют, и мы будем парализованы в духовной жизни. Не способны. Опять полный мрак нападёт на нашу душу, и мы будем сами не понимать, что творить, что с нами происходит, куда нас понесёт, и закончим мы страшной. Ладья наша житейская будет разбита, и мы будем вечно мучиться и казниться, что мы не сделали правильный выбор для собственного блага, для собственного спасения, для собственного здравия души своей. Поэтому ни о чём мы так не должны заботиться, как об исцелении своей души. И это основа основ жизни христианина и стоящая висненность православного христианина. Потому что в этом всё для человека – исцеление души благодатью Духа Святаго. И поэтому мы должны свои просьбы, свои моления, свои молитвы вот концентрировать на этом прошении, вставлять его. Это главное прошение нашей жизни. И если мы молимся о всём другом, о телесном здравии, о благополучном перелёте, путешествии, у нас есть такие требования, да, церковь всё освящает всё, то как же самое главное о душе, которая дороже всего мира, видимо, видимого и невидимого, одна душа каждого из вас. И вы не заботитесь. Господь не зря сказал, получая нас, что если весь мир приобретёшь со всеми благами, а душе при этом повредишь, какая тебе польза? Поэтому надо помнить и нести высоко достоинство души человека. При глубоком смирении, при глубоком самовозрении в то же время надо понимать, что она создана по образу вдове Божию и беда в болезни, в грехе. И поэтому-то я и хочу исцеления. А как я докажу, что я хочу исцеления? Вот мы заболели телесно. Как мы доказываем? Мы идём в больницу. Мы ищем лучшего по возможности для нас врача. Мы вкладываем все, что у нас есть, средства, часто продавая всё остальное, только чтобы получить исцеление от тяжёлого недуга, потому что он отнимает от нас возможность всего, т.е. он приводит нас к смерти. И что мы делаем? Мы просим. Доктор, пожалуйста, у меня болит здесь, и здесь, и здесь. Помогите мне. Я буду всё выполнять, что вы скажете. Пожалуйста, мы умоляем, мы просим, мы благодарим доктора. И тогда получаем, возможно, для нас там исцеление или облегчение. А почему в духовной жизни мы не просим об этом? А о чём угодно. А самое главное — об исцелении души. Кто дома в своих молитвах просит об этом? Я не вижу, не слышу никто. Но если мы открываем святых отцов, то на каждом шагу они пишут об этом. Просите и дастся вам. Просите здоровье иногда, может, Господь и дать. Но почему не просите здоровье души? А душа, в отличие от тела, она единая, она цельная и очень простая. Простая не в смысле примитивности, нет. Это великая тайна. Душа человека великая тайна. Она богоподобна, поэтому как Бога нельзя просимовать, так и дух ещё нельзя просимовать. Нельзя. Но тело человека многосоставное. Вот сколько мы видим членов, да? И по каждому составу есть и болезни, и врачевание. И даже приходишь в поликлинику или в госпиталь, и мы видим. Врач глазной, ухо, горло, нос, отдельно по внутренним органам, отдельно хирург и т.д. Т.е. видим, что как бы человеческое тело расчлено на многие части даже по медицинским направлениям. И врачуются отдельные органы этого тела, срочно целой науки по этим органам тела. И глазной врач не будет вам зубы делать. Он не спецификает, я не знаю, я не могу вам лечить. А стоматолог не начнёт там уши лечить. Это с телом. Поэтому для тела и нужны разные врачевства, разнообразные средства, которые Господь позволил ещё Адаму после падения в виде корней, листьев растений, плодов и т.д. и т.д. И, в общем-то, все лекарства, которые сейчас люди производят, они, конечно, в итоге находятся всё равно в Божьем каком-то созданном мире или растительном, или животном, или минералы, или воды и т.д. Все равно люди пользуются вот эти вытяжками, выжимками, которые превращаются в таблетки, в порошки, в инъекции, но они используют то, что Бог создал. Столько могут там скомбинировать, что-то составлять, но всё в основание вкладывается, что создал Бог. И это Богом благословлено. Бог не запрещает лечиться, а говорит, да, дай место я врачу, но с верой в Бога. А вот душа, потому что она одна, цельная, она не нуждается во многих врачествах. Она нуждается в одном единственном врачестве, в одном единственном лекарстве, в одном единственном средстве. Она исцеляется только благодатью Духа Святаго. «Почему мы и просим, Царю Небесный, утешителю души истины, и же везде сый, и вся исполняй сокровища благих, и жизни подателю, приди и вселись одны». Для чего? «И очистены от всякие скверны». Вот очищение от скверны – это другой способ выражения исцеления. В одном смысле называется исцели, в другом – очисти. Но это одно и то же действие. По отношению грех является ещё и скверной. Поэтому если мы смотрим как скверны, то мы просим очищение. Если как болезнь, либо грех – это болезнь, тогда мы просим об исцелении. И просите, умаляйте, вымаливайте неформально, до тех пор, пока нескоро услышите. Бог не обидлив. Он сказал, просите, даст. Он даст. Он потомит. Он нескоро услышит, чтобы вам показать. А вы меня скоро услышали? А вы сразу по кряню прибежали? Нет. Шатались, ходили там далеке, на стороне далечия. Поэтому, смиряя нас, он может быть какой-то, но в конце концов обязательно, он даст нам исцеляющую благодать. Ибо ради этого он и пришёл, пошёл на крест. Какой же смысл было ему идти на крест, страдать для того, чтобы потом прятать от нас? Он не прячет. Он не жаден и не скуп. Он всещедр, все милостив. Много милости. И человека любил. Беда в нас. Мы сами закрываем себе доступ к благодати. Своим отношением, своим выбором, своей леностью, своим нерадением, своим маловерием, своей гордостью, своим презрением, осуждением ближних. Бог гнушается на этих людей. Он противится, как говорится, таким людям и лишает их благодати. И поэтому мы не имеем благодати. А без благодати зачем тогда всё? Зачем ходить в храмы? Зачем молиться? Зачем чувствую? Всё нужно, как батюшка Стехим Саровский четверть писал, ради стяжания Духа Святаго. Если это работает, если это даёт мне благодать Духа Святаго, это средство, этот подвиг, этот добродетель, тогда есть смысл, тогда это правильно, тогда это нормальное здраво. Если я делаю какой-то добродетель, но она мне не приносит Духа Святаго, то я в сует дружусь, я в обольщении, я зря пощусь, зря даю милостыню, зря подвязаюсь и зря вычитываю множество молитв. Если это не решает мою главную задачу жизни, не исцеляет мою душу, не даёт мне благодать для этого. Поэтому мы должны разумно, мудро просить то, что действительно нам нужно. Этому может научить нас только святые отцы. Никакие мирские философы, учёные или светские внешние эти богословы, они нас этому не научат. Они сами ещё не знают, что они нуждаются в этом. Поэтому это краткая молитва. Господи, прости меня, грешного или грешного, заблудшего, ничтожного человека. Но раз ты благоволил оставить святое небо, воплотиться и прийти второй ипостасью с Сыном Божиим, и прийти как Спаситель Иисус Христос, и даже пострадать, в том числе из-за меня, грешного или грешного, и даровал нам чудо молитвы. Это высшее чудо ты нам даровал. Ты позволил нам обращаться к Тебе во всех наших нуждах, бедах, скорбях. А наипаче, но в самой главной нашей беде, величайшей скорби, это погибели нашей души, ради которой мы всё остальное терпим. И раз ты всё это дарил, только благодаря этому, благодаря за всё это, я обращаюсь к Тебе. Прости меня всё, что только можно, что я садела или садела безумие в соседние живота моего. Жалься над моей душой, жалься над моим неразумием, неопытностью и всем прочим. И даруй мне повелиться милостью Твоей и победней щедро Твоих, благодать святаго Духа Твоего. И этой благодатью исцели грешную душу мою полным совершенным исцелением. Исцели её, даруй здравие, да не грешу и не согрешаю. Исцели меня от этого, от этой способности к греху, от этой склонности к греху, от грехолюбия, ибо я грехолюбию. Я же вижу в себе, мне нравится грех, я люблю, меня тянет к нему, меня уже познание ума останавливает. Ну, ой, страшно, будешь там мучиться, Бог запрещает. Это вот слабое, что меня удерживает. Но по внутреннему лечению я тянусь к греху. Я это вижу. И я знаю, что это и есть данность моей падшей природы. Это вошло с падением. И это страшно. Даже не отдельные грехи, которые уже из нас выходят, как свидетельство этой порчи, этой великой лютой порчи, который внёс грех в нас, а в том, что моя природа такова, что она постоянно рождает этот грех. В этом беда. Если беда была только в отдельных грехах, ну что, сделал, раскроялся и забыл, сделал, раскроялся и забыл. Всё. Это вообще было ничто, по сравнению. Что там для Бога несколько наших грехов, даже самых тяжких? Да не ничто! В Его бездне и милости эти грехи никакого значения не имеют. Поэтому не за конкретные отдельные грехи нас Бог будет судить и мучить. Нет! Хотя не Бог нас мучает, а мы сами. А за то, что природа наша извращена, она греходелательная, она грехолюбива, она такая сама по себе, и уже её нельзя с ней ничего сделать. Грехи-то можно обрезать, исповедь, покаянием, терпением, скорбей. Но проблема стоит куда серьёзнее и глубже. Не только внешние грехи эти, Илья Алексеевич, которые мы уже видим делом, а изменить Сему природу. Вот для этого пришёл Господь. Чтобы мы стали новой тварью, новой по качеству, новой, которое имя новое, христиане. То есть мы новой тварью, христиане. Мы умерли для греха в купеле крещения. И живём только для благодати. И каково же в реальности наше качество? Мы видим, что мы лицемерим по намерению одно, по плодам другое. Хотим быть с Богом, а находимся с бесами. Хотим не грешить, а грешим да ещё взахлёб. И не можем остановить этот поток греховный. Ничего не можем сделать. Мы немощны. И никто не подумает, что он может сам что-то сделать. Поэтому Бог дал нам посредство, молитву. Молитву, которая должна повернуть нас пред Богом настолько, чтобы мы осознали свою немощь и выразили, Господи, помилуй меня Божие, яко немощен есть. То есть не потому, что заслужен, заслужен помилование, или что он там сделал доброе. Нет, не по этой причине, а потому что немощность. Научи мне творить и волю Твою. Для чего? Яко согрешив Тебе. То есть духовная воля како совершенно другая. Знаете, это представьте себе, к человеку приходишь к какому-то зажиточному человеку и говоришь, уважаемый господин, дай мне хорошую сумму денег, потому что я тебя пакость сделал, твою машину сжёг или стекло разбил. Мы можем так поступать в жизни? Нет? Сумасшедший какой-то. А вот с Богом мы так поступаем. Мы к Нему не добродетелями оперируем, что вот, Господи, дай мне благодать, потому что видите, как я тебе там что-то делаю? Ничего подобного. Наоборот. Дай мне благодать, потому что я всё, прах, пепел, да ещё мучащийся, иду на погибель. И полная немощь при этом. Я ничего не могу сделать. И истинное покаяние, если мы правильно вступим на него и будем пребывать, оно нас в первую очередь приводит в это состояние, когда мы видим полную немощь что-либо сделать при видне своей погибели. И вот, с одной стороны, погибель — ужас, повреждения полные, не способность ни к чему доброму, даже малейшим каким-то помыслам, каким-то ощущениям. Мы не способны. А с другой стороны, хотелось опереться на самонадеянность, на какую-то самость, что сейчас вот я это исправлю положение. И вдруг разрушается эта часть. Нет! Не могу! Ничего не могу! Могу видеть это, страдать, и могу только осознать, что ничего не могу сделать. И вот только при этом соединении двух этих частей, при видне своей греховности и при ощущении полной немощи с нас мы и выходим из прелести. Ибо до этого мы в жуткой прелести. Мы всё равно думаем, что мы что-то значим, что мы что-то можем. Всё равно у нас самонадеянность, всё равно у нас какое-то самоудостояние, самомнение, гордость, тщеславие. И мы всё равно на это опираемся, на страсти, на ложь, на обман. И думаем спастись, но при своих каких-то усилиях, делах, действиях, что вот мы сейчас начнём правильно по списку всё делать, как в земной жизни мы делаем, и там получаем результат, успех. Или добиваются в каких-то областях человеческой деятельности великих даже результатов. Но здесь это не работает. Потому что в основании истлой смирения заложено видне полное своей неспособности, полной немощи. И отсюда рождается искренняя, глубокая, настоящая, живая, выстраненная молитва. «Помилуй мя Божий, яка немощен есень, и не вижу себе ничего доброго, и не способен помочь себе». И тогда вот эта концентрация Духа, выражаемая в молитве к Богу, всё, только к Тебе, Господи. Ты одна надежда, Ты один мой свет. Я тьма, Ты свет. Идёт молитва контрастная. Я зло, Ты добро. И мы будем всё время отделять, видеть, противопоставлять вот кто Бог, а кто Я. И тогда будем просить у Него того, что мы не имеем, силы и благодати, не грешить, бороться с грехом, получить исцеление. И да поможет вам Господь молитвами святых апостолов, Пречистой Матери всех святых, вступить на этот спасительный и боженный путь и вымолить Тебе это исцеление. Аминь. Идёт. Идёт. Идёт.